Минута молчания А тем временем встречать гостей готовится ветеран Великой Отечественной войны Юрий Парфеневич Двойкин. Он служил снайпером больше 30 лет, награжден орденом Отечественной войны второй степени и множеством медалей. Юрий Парфеневич, уважаемый, мы хотели бы поздравить вас с Днем Защитника Отечества. Ветерану вручили поздравительное письмо, цветы и праздничную продовольственную корзину. Она как раз кстати. Вечером Юрий Парфеневич собирает всю семью за праздничным столом. Приятно для души, что не забыт, понимаете, что помнят и проявляют такую заботу. Праздничные концерты и патриотические мероприятия прошли по всему городскому округу. В парке Льва-Толстого для жителей выступили музыкальные коллективы, а воспитанники военно-патриотических клубов показали навыки боевой подготовки. В этот день поздравляли не только военных, но и тех, кто только готовится вступить в вооруженные силы. В торжественной обстановке кадеты из школы-интерната получили свои первые погоны. Принято считать, что с 23 февраля поздравляют преимущественно мужчин. Однако девушки тоже несут службу, защищают родину и носят погоны. Служу России! День защитника Отечества празднуют на протяжении уже ста лет. Однако до распада Советского Союза эта дата отмечалась как День Красной Армии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова